Мне уже сколько лет, сынок? Я не помню. Ты так долго живёшь, а то может сбиться ещё. Вот так, искренне смеясь, Елизавета Алексеевна встречает свой 101-й день рождения. Она так и не признала современные технологии, поэтому поздравления принимает по старинке. Ждёт гостей, немного волнуется. А между тем вспоминает прожитые годы. Бывало всякое и тяжёлое, голодное военное время и долгий путь к своему призванию – медицине. В жизни прошла нелёгкий путь. Лишение, учёба в затруднительных условиях, недостатками денежными, одежде, обуви. Девушки идут на танцы, а мне не в чём. Да, и нет платья, нет туфель. Всё было в студенческие годы, когда необеспеченность. Ну вот, всё это пережито, всё это в прошлом. Несмотря на это, Елизавета Алексеевна поражает своим оптимизмом, страстью к жизни. А она у неё выдалась яркая. В 1939-м окончила Куйбышевский медицинский техникум. После год работала в хирургическом отделении военно-медицинской академии. В 1945-м началась карьера невропатолога. В тот же год своё сердце юная Лиза отдала Владимиру Фурашёву. У них была общая страсть – помогать людям, спасать их от недугов. И, пожалуй, союз этот был нерушимый. Даже годы не властны над любовью такой силы. Самое главное, что 15 лет проработала в областной больнице. Доктор Гоган, такой был известный звезда, невролог. Он меня направил в город. Я плачу. Зачем меня? А муж остался в областной больнице работать. Уже я была замужем. 15 лет проработала в областной больнице. Меня отправили создать, организовать неврологическую службу в городе Ульяновске. И всё получилось. Елизавета Фурашёва – уроженка села Нижние Тимирсианы, известного в областной столице как невролог от Бога. Медицина прошла через всю её семью. Даже представительница младшего поколения внучка мечтает стать врачом. Наш телеканал поздравляет именинницу с днём рождения и передаёт самые тёплые пожелания. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда.ТВ.